МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 76 годов мирного життя. У Гомеля распрощались мероприемства с нагодой вызволения города от фашистских оккупантов. Контракты на 40 миллионов долларов. Россия зацековлена в импорте продукции БМЗ. А зараз об этом и иншим больше подробно. Старшини Совета депутатов базового Узроня ознайомились с практикой реализации мясовых инициатив. В якости прикладу для выучения брали Шашерский район, где за три года с допомогой международных грантов реализовали 9 проектов. Хоть, как переконались наши корреспонденты, только за международной финансовой допомогой для досягнения запланованного тут вы решили не обмежеваться. По колькости насильництва Шашерский район не самый великий. Але на жадание людей заробить свое життя лепш, гэты факт, здаецца, значного уплыву не оказал. Во всялякем разе, аж на початку 2000-х тут примали активный удел у реализации международных проектов КОР. Ураевы конками переконаны. Миновіто отриманы тады в опыт допомог жихарам района выиграть гранты. Были проекты малые на базе сельских школ. То есть в одной школе выращивали вешенки на то время. В одной из школ была реконструкция плодово-ягодного сада. То есть люди ухаживали, получали продукты, скажем так. Тогда, значит, в одной школа был создан уголок радиационной безопасности. То есть, ну, это началось все довольно-таки давно. Для Чачерского территориального центра социального обслуговывания насельництва 2017-й стал годом реализации одразу некольких проектов з уделом замежного капиталу. Спочатку с допомогой итальянских партнеров открыли тренажерную залу для пожилых людей. Потом выиграли грант по представленной инициативе «Допомога у кожный дом». Затреманные сродки набыли автомобили, музычную аппаратуру и запотрабованы у сельской мясцовости господарший инвентар. После чего начали выезжать у 23 отдаленные везки с невеликой колькостью насельництва. Для реализации наших задумок было создано три бригады. Это мобильная бригада для оказания социально-бытовых услуг, это информационная бригада и волонтеры. Сярод самых вядомых из запотрабованных мясцовых инициатив, которые реализованы в Чаширском районе, музей хлеба в агрогородке Батвиново. Как и попередний проект, он финансовался Евросоюзом в рамках программы Организации Объединенных Наций садейничания разведцю на мясцовом узровне у Республицы Беларусь. По великим рахункам, музей с такой назвой у везцы был открытый еще в 2014-м, а лет тогда он займал два невеликые покои в мясцовом культурно-спортивном центре. Теперь это, по сути, новая установа. Приобрели и аппаратуру музыкальную, и костюмы, все то, что нам дотачится работы нашей. Зробили ремонт у помешканьях, открыли новых восемь покоев, где располагается выставка хлебов наших чудовных, и какие простосованы для экспонатов для наших, что дотачится посеву хлеба, для их уборки. Хоть особливость Чачерского района не только у великой колькости проектов, які реализованы с допомогой замежных грантов. У агрогородку Залесье працуют одразу два музеи, створенные на сродке мясцового киноконцертного центра. Музей пасхального Яйка – великодный суд, яго открыли пять годов тому. За минулый час навык легенду придумали. Коли докрануться до некоторых экспонатов, здесь не айцца любое жаданье. Людям заусюды хочется верить указку, а тому проблем с наведовальниками Няма. Темболь, что побоч знаходяцца царства Бабы Яги. Гэты проект реализовали летось. По великим рахунку Баба Яга – рекламный трук, але дейничая без адмовна. Практично усе перадновогодние мероприемства, які будуть тут проводяться, уже забронированные. Подводящи выники, удельники семинару робят однозначный вывод. Коли проявлять инициативу, можно шмат шагу досягнуть. В опыт Чачерского района гэтаму реальнае подтвержанне. Скорее, не могут рекламировать себя. В каждом районе есть что-то уникальное. Я сама выезжаю в регион и для себя открывала новую Гомельщину. Хотя вы знаете, что по своей работе я всегда выезжала, но немножко с другой спецификой. Но вот с этой точки зрения инициатив, я считаю, что у нас их много. И мы стараемся сегодня их позиционировать. Все равно все зависит от человека. Олег Сентюров, Сергей Нігеревич, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Чачерский район. Пожалися святошные мероприемства, присвященные 76-ти годю вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. В Чагуночном районе для помника девушинам-зенитчицам прошел расистый митинг. У делу им приняли керавництва района, ветераны и молодь. Под час мероприемства они усклали кветки и вянки у гонор тех, кто оборонял Гомель в час Великой Вщины войны. Память войну, які отдали життя за вызволение країны, ушановали хвилинай маушання. Это место уникально тем, что в самом начале войны здесь стоял полк девушек-зенитчиц, которые совершили подвиг ценой своих жизней. Они на какое-то время задержали врага и позволили частям Красной армии отступить и занять плацдарм для дальнейшей обороны города. Мероприемства протягнутся у неделю, понятделок и ауторок. В неделю гомельшанам покажут военно-историчную реконструкцию, просвещенную вызволению Гомеля. У понятделок и ауторок отбудутся у расистой митинги на Аллее Героев и Калявешного огню. Завершится свято концертом. Белорусский металлургичный завод подписал погоднение на поставку металлопродукции в Россию на огульную сумму у 40 миллионов долларов. Домовленности досягнуты подчас международной промысловой выставы «Металлэкспо-2019». Разностайные кампании затекавлены в набытии бешвовых труб, катанки, конструкционного прокату и дроту для рукавов высокого тиску. Россия традиционно означаливает топ-5 крайных импортеров белорусской металлопродукции. Международная выстава «Металлэкспо-2019» стала поспяховой для предприемства и у инших накерунках. Отриманы дарышей золотой медаль за распроцованный допоможник «Атлас» дефекты стальных заготовок и металлопродукций. Так само БМЗ означены Кубком за лепшую экспозицию. Завтра в Беларуси пройдут шарговые промыслыни мясовых органов УЛАДы. У Гомельске мабл-выконками с вороты грамадян будет принимать наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона у Гомеля – 33-12-37. Промыслыния працуют с 9 до 12 годин. У ГТШ на совете будет старшиня Гомельского городского совета депутатов Николай Ковалевич. Номер телефона прямой линии – 51-19-84. 50 годов. Прас-эдукацию до поспеху. Свой полвековый юбилей сегодня ознашил экономичный факультет Гомельского держанного университета имя Франциска Скарыны. За этот час он подрыхтовал больше за 9,5 тысяч экономистов, которые играют важную роль в развитии регионов и страны. На урожайстостях побывал наш корреспондент Ганна Каральчук. История экономичного факультета началась в 1969 году с открытия в ВНУ двух уникальных для краяны специальностей экономика працы и организация механизованной опрацовки экономичной информации. Зараз факультет представлен четырьмя кафедрами, которые рихтуют студентов по восьми специальностям. Две из их экономичной информатики и бизнес-администрирование появились оселы, так как развивать в регионе личбовую экономику и организацию эффективных бизнес-процессов. Будучих экономистов учат больше за 50 выкладчиков. Среди их пять докторов и 24 кандидата наук. Для студентов открыто четыре науково-доследствия лаборатории. Студенты и магистранты факультеты традиционно становятся переможцами международных и республиканских олимпиад и конкурсов науковых работ. Для практичной накерованности факультетам створено восемь филиалов кафедров на ведущих предприемствах в области, среди которых Беларусьбанк, Беларусьнафта, Гомсельмаш, Централит, областная инспекция Министерства по податках и сборах. Студенты выезжают на навучание в Испанию, Чехию, Польшу, Болгару, Венгрую и Россию. А выкладчики активно обмениваются в опытом с коллегами из ведущих науково-эдукационных центров Европейского Союза. Факультет всегда отличали сплоченность коллектива, богатые традиции и уважительное отношение к своей истории. Мне посчастливилось учиться и работать под началом выдающихся преподавателей и ученых, фамилии которых и сегодня с трепетом вспоминают выпускники факультета, чей личный пример привлек на факультет много талантливых молодых людей. Факультет динамично развивается и сегодня является, пожалуй, ведущим научно-образовательным центром по подготовке специалистов экономического профиля. Факультет гонорится поспехами своих студентов и выпускников. Среди их, керавники и главные специалисты ведущих предприемства Гомельской области, члены Урады и Национального схода Республики Беларусь, специалисты банковского сектора, начальники отделов и управления ваконавчих комитетов, вядомые Украине и за ее межами предпринимательники и громадские деятчи. В день юбилея их запросили у альмаматры, как бы вспомнить студентские годы и обмерковать перспективы развития факультета. До святочной даты тут открылась гоноровая дошка с их фотосдымками, якая стала яскравым подтвержением, что на факультете рыхтуют запотрабованных специалистов. Экономического факультета, бывших деканов, действующих деканов, специалистов, которые посвятили много десятков лет на то, чтобы научить нас, молодых и неразумных, пожелать всем здоровья, добра и пусть и дальше слава экономического факультета разносилась по всему миру. Он и 20 лет назад готовил таких же специалистов, но и по следующей выпуске тоже немало выдающихся людей не только в масштабах Гомельской области, но и страны, и в целом, я считаю, даже евразийского сообщества. Хочу высказать огромные слова благодарности. Этот факультет дал действительно основу, он заложил тот фундамент знаний, который впоследствии можно реализовывать на практике. Ну и мы стараемся не терять связь с экономическим факультетом. Во-первых, мы трудоустраиваем где-то и студентов как минимум на практику, далее лучшие из них показывают свои знания и могут трудоустроиться на предприятии. Плюс, в общем-то, сам продолжаю преподавание на кафедре. Урочистости протягнулись в концертной зале. За свою працу и значную укладу развитию науки выкладчицкий состав факультета отримал грамоты и подзеки от кировництва университета. Ганна Корольчук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У рамках республиканской информационной кампании «Час стать прыгметным» прошел эксперимент ДАИ. У им провирали башность человека у темных шассуток с выкористанием розных светлоотбивальных элементов. Супросовники ДАИ и удельники эксперименту выкористовывали фликеры, а так само комизельки повышенной башности розных колеров. Мероприемство проходило на неосветленной дорозе за городом. Для пошатку девчины у темной вопроце проходило уздор штрассы без светлоотбивальных элементов. При близком светлефар водитель смог разглядеть ее только на отлеглости меньше за 50 метров. Для вымирания отлеглости супросовники ДАИ выкористовывают специальный прибор – курвиметр. Далее девчина надевает два фликеры, теперь она прыгметная про 150 метров. Наступный этап – выкористание комизелек. Две девчины в желтой и оранжевой комизельках идут уздорож дороги. Девчина у желтой комизельцы прыгметная на отлеглости от 250 метров. У той час, як другую, у оранжевым водители башать стольки за 80 метров. Эксперимент лишний раз доказал, что фликеры, а также жилеты повышенной видимости, они помогают пешеходу увидеть расстояние 150 метров и больше, что помогает сохранить жизнь. Но самый эффективный фликер – это белые, серебряные, а также лимонные. То есть они лучше видны водителю. Жихары региона мают максимум звернуться по пытаниях, связанных с деятельностью управления Следующего комитета по Гомельской области. На пытание откажет наместник начальника Алексей Исашенко. У понеделок 25 листопада отбудется промай-телефонная линия. И она протягнется с 15 до 16 годин. Телефоновать потребно по номеру 69-31-62. В рамках акции 20 добрых справ РЦПИ работники регионального Центра правовой информации Гомельской области наведали специальный дитяши сад номер 15 для детей с порушением слыху. Гости завитали на соправдное осеньское свято. Выховальники разом с детьми подрихтовали забавляльную программу со спортивными, гульнявыми и навушальными номерами. На проконце сустречи все маленькие удельники отримали подарунки. А на сродке собранной силами работников РЦПИ Гомельской области установа самостойно закупила необходимый для работы с выхованцами спортивный инвентар. С детским садом номер 15 мы познакомились обеспечивая их программой ИПС «Эталон». Здесь работают хорошие, добрые люди, которые недоравнодушны к проблемам детей. Несколько лет назад мы для коллектива подарили ноутбук, а в юбилейный для нас год хотелось бы сделать очень много добрых дел для воспитанников сада. Нагадаем, акция 20 добрых справ была инициирована региональным центром правовой информации Гомельской области в рамках святкования 20-ти годов с момента створения РЦПИ. Война, каханье, жизнь протягивается. Солисты областной филармонии презентовали новый вокальный спектакль, промеркованный до дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Песни и романсы, ретро-шлягеры военной и послевоенной эстрады прогучали в оконанне народной артистки Беларуси Галины Паулянок и лауреата всесоюзных конкурсов Алены Гастинской. Глядарши смогли насолодиться такими знакомитыми композициями, как Ксения Хусточка, Агенчик, Выпадковый вальс, Стомленное солнце, Адлига. Все, что мне близко к моему сердцу, я как раз взяла в свою часть программы. Это и «Темная ночь», и «Три года ты мне снилась», и очень люблю эту песню, которую я буду в свое деле открывать, «Рябина» Александра Колкера. Подвиги – это понятно. Мы все о подвигах начинали говорить в 45-м и говорим по сей день. Ну, а судьбы? Надо говорить о них. Солистки Гомельской областной филармонии в своем вокальном спектакле рассказали глядашам про незломную силу человеческой души, что перемогла улютым сопростояние жития и смерти. Про улюбенных, разлученных войной, которые не глядяши на это, заховали верность. Про послевоенный час, когда всем хотелось жить, кахать и отшивать себя счастливыми. И на проконце выпуска про надворье. У выходные температура по ветру истотно не изменится. У день слупок термометра зафиксует до минус двух, у ночи – до минус пяти. Опадки по прогнозам синоптыка в ближайшие дни не шакаются. Ветер порывами до 11-12 метров за секунду. На наступном тыдне прогнозуется невеликое потепление. У сяроду по ветру зеные годины прогреется до 6 градусов. У гэтаж день махчимый дождь и мокрый снег. Гэты и иншиновины вы можете знасти на нашым сайте в интернете по адресе www.tvrgumil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. В Светлогорске двое детей пострадали при пожаре в квартире. Когда спасатели прибыли на место ЧП из окна многоэтажки шел дым. Внутри находились хозяйка и ее двое сыновей 2015 и 2018 года рождения. Помещение было задымлено. Работники МЧС вынесли детей и передали их медикам. Сейчас пострадавшие госпитализированы. В результате пожара огонь повредил имущество в квартире. Причина возгорания детская шалость с огнем. Жлобинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного отдела о похищении семилетней девочки. В июне жительница райцентра увела чужого ребенка с детской площадки в неизвестном направлении. Забила тревогу бабушка, которая не обнаружила внучки, придя домой с работы. Через два дня похитительницу задержали в Тверской области России. Ребенок был с ней. Девочка рассказала, что женщина обещала отвезти ее к матери. Белорусскую заключили под стражу и экстрадировали на родину. Уже на месте следователи провели очную ставку между женщиной и матерью девочки. По заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и ей необходимо принудительное лечение. Возбуждено уголовное дело. В Мозыре посетитель развлекательного центра на замечание вести себя культурно ответил выстрелами из пневматического пистолета. Двое молодых людей попросили выпивших парней не выражаться. Началась словесная перепалка, которая переросла в выяснение отношений. Один из участников конфликта предложил разойтись мирно, однако 19-летний Мозырянин отказался. Он отошел на расстояние и сделал несколько выстрелов в воздух, а затем открыл огонь из пневматики в 21-летнего парня, предлагавшего примирение. Обоих задержала милиция. Для экспертизы изъят пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ранее он был судим за кражу. В Гомельской области за сутки произошло два наезда на пешеходов. Вчера утром в Речице водитель автобуса Масса двигался по Светлогорскому шоссе. Вблизи остановки с одноименным названием он наехал на 16-летнего юношу. Подросток переходил дорогу по Зебре. Его госпитализировали с травмами. А вечером того же дня в Мозыре на улице Иваненко на пешеходном переходе вблизи дома номер 15 водитель Фольксвагена совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая была без фликеров. В результате ДТП ее госпитализировали. В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно на пешеходных переходах, Мозавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и бдительными при переходе через проезжую часть дороги. Что касаемо пешеходов, то пешеходам прежде чем перейти через дорогу необходимо убедиться в том, что транспортные средства остановились и пропускают вас. Только после этого можно переходить дорогу. Что касаемо водителей, то необходимо помнить о том, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость и пропустить пешеходов, которые начинают движение по пешеходному переходу. Еще одно ДТП произошло в Кировском районе Могилевской области. 43-летний гомельчанин не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и съехал в Кювет. Две жительницы Гомеля 44-х и 70-ти лет, находившиеся на заднем сидении, получили травмы и были госпитализированы. Ремнями пристегнуты они не были. По факту ДТП проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 30 теннисистов из семи стран. В Гомеле начался теннисный турнир среди ветеранов Гомель Оупен. Любители и бывших теннисистов гомельские корты собирают не в первый раз. Награды разыграют в одиночном и парном разрядах. Возраст участников от 35 лет и старше. Гомель Оупен это турнир третьей категории и внесен в международный соревновательный календарь. Победитель получит рейтинговые очки. Нужно отметить, что конкуренция не ощущается. Турнир больше похож на встречу старых друзей. На этот турнир приезжают, как правило, бывшие спортсмены, которые раньше занимались теннисом и сейчас не хотят ракетку вешать на гвоздь, а снова и снова играют в теннис. То есть эти турниры международные это как продолжение их деятельности профессиональной, которой они раньше занимались. К ним примыкают спортсмены-любители, которые взяли ракетки намного позже. И им тоже интересно побывать на таких турнирах, поиграть с мастерами тенниса, чтобы на их мастерстве повысить свое мастерство. Завершится турнир «Гомель-Опен» 24 ноября. Областное дерби в Светлогорске и «Вояж Минска» в «Гомель». Завтра стартует игровая программа 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. ЦКК ждет в гости лидера турнирной таблицы «Гомельскую БЧ». Светлогорская команда после девяти проведенных матчей замыкает зону плей-офф. Игра пройдет в спортзале Дю США номер 2 райцентра начала в 14.00. «Гомельская ВРЗ» в 10-м туре ждет в гости мини-футбольный клуб «Минск». Новичок элитного дивизиона располагается на девятом месте в турнирной таблице «Вагоностроители» на пятом. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начала в 15.30. После окончания поединка ВРЗ и Минска спортивный вечер на арене спорткомплекса «Локомотив» продолжится. «Гомельская энергия» в рамках чемпионата страны по волейболу сыграет с командой «Легион» из Обухова. В турнирной таблице дружина разделяет три позиции. «Энергетики» располагаются на второй строке, «Легион» на пятой. Матч стартует в 18.00. Первый этап чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге подходит к завершению. «Горский шахтер» Жлобинский «Металлург» параллельно будет играть с «Динамо Молодечно». Поединки стартуют в 17.00. 25 ноября «Динамовцы» переедут в «Гомель», где встретятся с хозяевами льда. Горники отправятся в Жлобин на поединок со Столеварами. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».